Ну что ж, друзья, а мы с вами продолжаем изучать Паттайю и в этот раз отправимся на пляж, который называется Джамтьен. Он считается одним из самых чистых в самой Паттайе. Ну что ж, проверим, так ли это на самом деле или нет. В предыдущей серии мы с вами были в центральной Паттайе, вы видели, как выглядит там пляж, а сегодня посмотрим, как выглядит пляж на Джамтьене. Пляж Джамтьен обычно выбирают семейные пары и туристы с детьми, так как считается отдых здесь более тихим, семейным и спокойным. Но забегая вперед, я, конечно же, скажу, что я был в шоке от пляжа Джамтьен и не рекомендую туда ехать с детьми. Там, блин, срань полная, конечно. Ну что ж, вы не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться и погнали смотреть яркую, сочную серию про Паттайю. Ну а сейчас мы с вами отправляемся, как я и говорил, на Джамтьен и поедем с вами на тук-туке. Кто был в Паттайе, для тех это как бы на столе проходится на таком тук-туке. Они, в принципе, здесь ходят по определенным маршрутам. Карту маршрута можно, в принципе, в интернете найти. Вот они, на Джамтьен все вот здесь стоят в ряд, видите, штуки пока не набьется, он не поедет. Поездка стоит 10 бат. Ребята, это, конечно, не Пукет, где ты должен, каждый сам себе там заказывает отдельный тук-тук. Там минимум с пляжа на пляж переехать 250 бат, рубят тук-туке. Здесь 10 бат, но надо подождать будет, сейчас набьется. Сейчас что-то вижу, людей немного, вечером они ходить будут гораздо чаще. Ну вон тук-тук, поехал, поехал, поехал. В общем, они ходят по определенным маршрутам. Все, залезаемся, садимся, и когда нужно будет остановиться, вон здесь есть колокольчик. Нажимаем на звонок, здесь звонок, здесь звонок. Соответственно, если вам нужно будет остановиться где-то, у них остановок, в принципе, нет, у него есть конечное и начальное. Народ тоже уже, видите, подтягивается. Сейчас садимся, и где вам нужно выходить, нажимаете звоночек, они везде, все видят, здесь, здесь. Ох, людей, видите, сколько сразу привалило, сейчас скоро уже и поедем. так что а ехать здесь буквально на копейку проехать это 1 2 3 ну и на три километра три километра будем ехать на этом тук-туке кто помнит эти чувства у кого ностальгия заиграла напишите в комментариях ну все у нас набилась полная маршрутка смотрите даже со стоячими местами и все едем ну вы можете здесь ехать буквально 5-10 минут зависимости от пробок ну на самом деле формат необычные дата такого в других курортах таиланда я честно говоря не припомню что вот стоя так набивались на скамейках все сидели так далее на все погнали так ну все вот мы с вами и на джам тени ехать было буквально там 5-10 минут стоимость а 10 бат быстренько с ветерком на самом деле пешком можно в теории пройти минут за 40 было но вот можно на байке здесь у нас сами тоже какая-то еда есть сразу смотреть я уже цены на самом деле посмотрел в этой кафе ну более-менее бюджетно чем там 60 бат в принципе цены такие же как и в центральной паттайи вот рыбка вот это интересно рыба сколько стоит обычно на 140 150 но это большие такие куски может быть даже 200 бат они стоят вот давайте сами первым делом чего нужно сделать это посмотреть на пляж я его еще не видел поэтому перехожу вместе с вами дорогу даже не знаю что сказать ну вдали кстати море это относительно красиво ну вот вдаль туда где-то метров от 50 если 100 посмотреть то в целом то оно там даже очень неплохое но возле берега она коричневая давайте выходим с вами на сама пляж джам тен видите здесь гораздо больше вот этих лагунок для купания чем в центральной части паттайи но людей я что-то особо не вижу так чё у нас здесь и справа и слева здесь гораздо видите гораздо меньше лодок их вообще практически их вообще нет не нужно практически 10 вообще нет смотрите гидроциклы только вот в этой что в этой части три штуки стоит и в принципе все лодок спидботов вообще нет но людей не людям внутри там смотрю загорают но никто не купается с точки зрения зрения полежать на пляже джам тен конечно все таки получше чем центральная часть паттайи потому что здесь даже вода прозрачная ну вот смотрите здесь хотя бы видно что что на дне в любом случае конечно это лучше чем центральная часть паттайи но все равно я здесь бы купаться конечно не стал не знаю вот мы с вами уедем на острова уедем на кола вот там вот там хочется купаться там просто песня сказка а здесь ну цвет озер но опять же вон они банки бутылки пластиковые пакеты какие-то крышки листочки ну слушайте я вот говорю я вот здесь когда-то не не преувеличиваю серьезно выходил когда-то на пляж когда первый раз приезжал презервативы плавали презервативы его какая-то пакет пакет ну короче купаться здесь совершенно неприятно хотя по визуалу она гораздо уже лучше чем центральная паттайя поэтому поэтому не нужно сюда ехать даже на джам тен с целью плавать по паттайю надо ехать центральную часть надо ехать когда показывал волкин стрит нужно короче жить возле пирса и с этого пирса плавать уже ради идеальных пляжей которые реально посоперничают там с пукетовскими пляжами которые в принципе то знаете на уровне ну да коли пи конечно далековато до котау конечно далековато но слушайте скажу так что калан получше даже чем пукет это вы увидите следующий серии и принципе сами мне скажите так ли это или нет может быть сказать у серега что-то несешь на пакете пляже гораздо лучше вот конечно на пакете пляже гораздо лучше чем в самой паттайи почему вот здесь здесь люди вообще пешком ходят смотрю вон там блин по коленочку в судя по всему он еще еще и мелко на самом деле здесь оказывается я в общем проверять даже не особо хочу не горюжа я даже не взял я не взял даже борт шорт и видео обычных шортах приехал я даже не зайду сюда ну и нет желания честно говоря плюс в том что здесь видите есть пальмочки и опять же вот эта часть напоминает мне чем-то майами везде небоскребы ну и не опять же небоскребы высокие здания городская черта вон там вот высокие здания и еще знаете на что мне это что мне это все напоминает напоминает нячанг во вьетнаме вот честно говоря два брата-близнеца наверное нячанг и паттайя с точки зрения того что это оба городских курорта оба городских пляжах вокруг высотки и так далее но пляже в нячанге я скажу так лучше чем на паттайе намного там чище конечно вода но в паттайе есть колон который все вытягивает который на лопатки положит там и букет который колодил точно положит на лопатки нячанг вот поэтому вот колон все это делать а вот он а вот колу кулан то кстати вот 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 у нас с вами кулан ё-моё его оказывается отсюда видно лечит за остров такой а это кулан вот там вот прикиньте вот здесь вот-вот пешей доступности на самом деле вот-вот поэтому полчаса плыть то всего на пароме вот там идеальная вода с той стороны особенно вот с той стороны острова там вообще просто бомбисимо офигиссимо это мы с вами все опа кто здесь плавает вот это у нас медуза или кто это такой ничего себе к здоровая какая как бабочка прям нифига себе эти кто здесь есть это наверно кто-то опасный кто разбирается пишите комментариях ничего себе я тут смотрите белки какие-то и белая белка рыжая белка бегают нифига себе вам видно не видно какая беленькая ну-ка на будешь орешки другая по крыше вот она тоже бегает ну-ка пушистый хвост ну-ка сейчас получится ее снять или нет где-то она здесь так не не видно не знаю или вы или нет прикиньте белки бегают по пальмам вот это да я обычно белка должна где-то в сосновом бару бегать и прыгать здесь среди таких пышных пальм кстати смотрите какие клевые вот в этой части прям офигенные пальмы высадили видимо специально посадили в этой части проведи роща такая пальмовая это то что я люблю а в той части пальм уже нет вот но таиланд это не вьетнам ребята все-таки атмосфера в таиланде совершенно другая чем во вьетнаме здесь движухи развлечений вечерами выше крыши в следующем выпуске я вам покажу небо и земля конечно может быть по визуалу как-то по пляжу чем-то еще и напоминает вьетнам но по содержанию особенно вечером это вообще просто будет небо и земля небо и земля а вот ребенка собственно с ценами вот 170 бат 300 бат такие кривитосы и вот такая жирная вкусная скумбрия 120 бат помню я на пукете за 60 бат покупал но это такая кафешка опять же джамте наверно не самый дешевый район все-таки слушайте вы кто-то говорит что на пукете дороже я хочу сказать что здесь дороже получается ну не знаю вот в общем я пока не вижу существенной разницы в ценах между пукетом и паттайи в еде плюс минус все столько же стоит как и на пукете так ну а я присел в кафешку и представьте что заказал блюдо никогда такое не ел но всегда на него смотрел в общем решил заказать рыбу в соли очень часто она лежит стоит она дороже чем том ям том к там на самом деле здесь сколько 170 бат она вот например стоит но целая ребеха здорово сейчас попробуем попробуем ее запекают в соли соответственно какая-то необычная подача сейчас будем пробовать я не знаю как ее даже есть сейчас попробую немножко от ковырнуть как это ну-ка давайте может быть шкурку сейчас ее заценим а вон там мясо у нас а не знаем если вот это или нет то что сверху может быть это надо от ковырнуть и наоборот не есть ну давайте сами сейчас дегустируем хотя бы вот этот кусочек здесь он подали соус такой вот а ну-ка сейчас вами дегустируем шкурку давайте ух ты ёб моё соус и без какой острый просто афа винить лучше без соуса ну соль чувствуется честно говоря соли очень много прям судя по всему шкурку не едят вот это вот это вот эта штука не ест а потому что это одна соль судя по всему очень соленая вот а вот это давайте с вами кусочек мяса как раз выдернем и вот это сейчас задегустируем ну-ка макаем это чуть-чуть я понял соус уже мега острый и сейчас уже мякоть рыбки сейчас задегустируем слушайте это речная рыба подванивает карасен там карпом каким-то таким короче это речная не не морская рыба а я привык уже к морской рыбе за за год путешествие я ем только морскую рыбу поэтому здесь я чувствую ну это какая-то тина или что там типа вот под пахнет чем-то поэтому не знаю мне короче не очень мне это нравится я не люблю запах речной рыбы не люблю морскую рыбу люблю барракуду а люблю махи махи люблю реценепера много чего люблю из морской рыбы но вот речную рыбу я сто лет не ел не чувствуется прям привкус запах вот этого ну ила или и так далее что там типа у нас в речке есть это наверно озерная рыба скорее всего либо и выращивают специально же она в каждой кафешке есть это типа ну масс-маркет грубо говоря но я вспоминаю в детство вот на самом деле это прикольно это рыба мне напомнило ну там детство в деревне у бабушки когда мы жарили карасей карпов там шуку ну наверное за это спасибо этой рыбе я вспомнил свое детство это переместился во времени в прострации да вот по вкусу это не самая вкусная рыба явно то есть я бы его я я вам ее рекомендовать братья в первую очередь конечно не стал бы я бы вам гораздо сказал лучше возьмите барракуду но возьмите махи-махи вот это гораздо вкуснее но это вот кто в детстве ел речную рыбу я думаю вы кайфанете вот она без костей на самом деле кстати удивительно ну по крайней мере пока без костей с комбинацией с солью с мякотью ну не не я короче не не фанат такой рыбы но спасибо за ностальгию там ее виде внутри в брюшке набита соответственно какие-то травки муравки туда набивают он что-то из банановых листьев ну типа аромат должна давать ну я вам скажу аромат особо она не дает она все равно пахнет тиной и болотом вот каким-то таким ну сом наверное еще более вонючая рыба а это все равно речной запах и здесь в любом случае есть очень пишите в комментариях кто не любит такую рыбу кто такую рыбу берет ну я не в восторге я ожидал другого лучше бы я скумбрию взял скумбрия кстати вкуснее вот там скумбрия на огне тоже подается вот мне больше скумбрия нравится короче я на нее постоянно смотрел 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 никогда не брал видимо правильно делал всем приятного аппетита наконец галочка есть я попробовал мне не очень понравился больше брать такую рыбу не буду да ну а сам отдых на джамте не такой считается более семейным таким более спокойным размеренном здесь нет ни там клубов дискотек все отсюда едут в центральную паттайю соответственно вот на тук-тук садятся 10 минут там 5 5 10 минут проехать и ты уже собственно на волкин стрите здесь такая более спокойная обстановочка машин поменьше и при свете я даже могу на дорогу выйти и никаких проблем такой более спокойный район но я не знаю на эти кто-то рекомендует сюда приезжать с детьми у меня конечно в голове не укладывается как можно в паттайю приехать с детьми ребят ну в таиланд надо ехать с детьми там ну на пукет на самуи такие курорты но не хватает с детьми ехать я честно говоря вот это конечно не понимаю курорт чисто взрослый курорт чисто для мальчиков так назовем ну или во всяком случае парами можете приехать да ну на джам те не тусить да в принципе ничего почему парой приехать и не сходить на волкин стрит там весело разнообразно можно дискотеки сходить можно и в трипухи всякие сходить вот поэтому на пинг-понг шоу и всякие и прочее вот поэтому разнообразие но для взрослых опять же с детьми приехать на волкин стрит это по моему ку-ку-крышек ну дошел я где-то до середины джам тьена давайте сейчас сами выйдем на пляж посмотрим но хочу сказать что здесь плюс такой что очень много тени это как бы хорошо для солнечной погоды с нас жарит нереально солнце а здесь прям вот на протяжении всей береговой линии много много тени вот помимо того что тень там от деревьев еще и тень видят всяких шезлонгов если все просто в тени в тени в тени за 50 бат можно присесть на вот такие вот креслица ну-ка давайте выйдем на пляж что там у нас с вами на пляже как он выглядит так ну видите здесь уже у нас сами смотрите практически мальдивы ставил ну просто совершенно по-другому все выглядел совсем другая вода ну или блин коричневая на самом деле да блин да и бутылки здесь и блин уже пакеты шлю а ну шлепки кто-то оставил уема ну вот то о чем я вам говорил вот то то что когда я выходил сюда здесь ровным счетом такая же хрень была много-много лет назад пакеты какие-то он чтобы зайти покупаться нужно он идти 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 по пупочек и летает это выкинула у кого-то или у кого-то на мочил уже ну видите в общем помойка ну честно более ну же бутылки бутылки какие-то бутылка с водой может быть целая можно взять с собой он какие-то лоточки ну ребят ну короче чтобы вы понимали это все-таки пляж не для купания это не для купания взяли переехали полчасика на пароме и вы на кулане где офигенные крутые пляжи все-таки как я ёб ёб уже сюда просто посмотрю посмотрите сколько там по помойка ну блин этот реально плещется помойка и кто в это в этом в этом кто-то купается ведь люди идут купаются вон здесь канаты веревки там блин срань полная конечно плавает здесь тоже тарелки жесть а вот люди вот интересно он ходит что-то собирает ценное может быть он что-то может найти какие-нибудь там сережки золото и прочее ложки пожалуйста не на самом деле можно выйти и себе целый комплект на стол на кухню поставить ложка тарелка там стакан лежит и все как бы можно накрыть поляну и стол ничего не покупать вот ребят ну короче вы поняли моя задача как бы не опустить потайу мне потай нравится дня задача вас правильно направить вас направить вон туда за пляжным отдыхом на кулан куда мы скоро поедем а за ночной жизнью в потай и торт следующем выпуске у нас будет отдельная серия чтобы пропитались просто такое охренесима это супер развратный курорт мира более развратного курорта я даже не могу себе представить хукет стоит в сторонке там я не знаю что еще вот напишите что вы знаете более развратное более веселая чем потайя напишите да ну а чтобы уже обратно уехать и не нужно стоять ни на какой остановке просто с руки тормозите где-то он сзади едет кстати сейчас вот я тормозну и поеду уже в обратную сторону так а я влезу здесь не влезу смотрите или влезу так ну все поехали давайте влезу я здесь а он есть место окей все и поехали так вот так вот держимся кстати на самом деле очень часто битком прям набивается особенно если вечером здесь просто вот так вот все свисают с ножик конечно типа это немножко опасненько но нормально так что все и едем обратно да сейчас стою кстати на легендарном перекрестке туда поедешь туда на джам тьен попадешь туда поедешь попадешь соответственно на накла туда пойдешь там будет банга бангаролы были на волкин стрит туда пойдешь ты на третью улицу попадешь в общем такой перекресток знаковый друзья ну а ходить пешком в паттайе зачастую получается быстрее чем ездить на машине или тук-туке вот а ну на байке куда еще не шло да можно протиснуться вот это но все-таки все равно тайланд это не боли по тротуарам не поездишь и так далее все стоят вот это если вспоминайте болитом на байке можно было на тротуар заехать там там понятно что сильно быстрее но все равно конечно байки здесь умудряются проехать но не везде получится вы видите просто я вам прямом эфире показывают сейчас время где-то 3-4 часа машины стоят полом а что здесь будет вечером когда все поедут в сторону волкин стрита здесь вообще будет просто стоям по полная реально пешком гораздо быстрее там вот а ну и опять же другими красками все это дело заиграет вечером когда все приплывут с кулана здесь будет уже людей гораздо больше загорятся вывески неоновые огни и все преобразится он всякие сомики здесь продаются курочка курочка готовится тоже всякие напитки ребят голодными вы в таиланде сто процентов не останетесь о ставари кап капун кап сабари май учи тайский блин сколько же здесь индус эти впаривают а как всегда индусов паривают костюмы 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 ну вот эти офисные костюмы не спортивные а офисные на хрена говорю мне жарко в эре ход у вас не нужен мне ваш костюм таки не они они бы это домой это домой вот короче я вот в шоке с количества индусских всяких кафешек вот она вам такое знаете немножко атмосферы тайских улочек вот это чем-то и на пукет похоже принципе на пукете такого же формата улицы всякие макашницы макашницы вот опять же есть легенда что если тайцы не видит в зрительном контакте какую-то макашницу еду в принципе то у них начинается паника вот я говорю в эту легенду сильно верю потому что количество еды мне кажется нигде в мире такого количества всяких макашниц ресторанов кафешек 7-eleven ты куда ни глянь ты везде всегда 24 часа в сутки будешь сытый довольный ты хоть там индонезийскую эту и индийскую еду поешь хоть тайскую еду поешь хоть и 7-1 еду поешь короче всего здесь в достатке на каждом шагу на каждом углу у нас тут какие-то тоже наборы всякие ну насколько это безопасно есть конечно я не знаю я ударить не рискуют что чувствуешь здесь как будто 40 градусов сейчас жара и вот это все на жаре такое вкусное ароматное лежит стрёмненько это прям такое я не знаю экстрим экстрим он электрик смотрите полез плести новые ветки и новые плети я вам так скажу вы просто посмотрите как выглядит опять же у нас с вами электрические провода вдоль всей улице просто грозди такие рябины хотел сказать он новый еще перекидывает какая-то видимо обрыв где-то на линии вместо того чтобы распутывать да понимать какой там провод заменить а им просто берут новую ветку накидывают и все вот так вот мы с вами вышли уже на вторую улицу строитель это вторая улица она односторонняя там соответственно и здесь односторонние в обратную сторону ну пробочки тут такие нормальные вот эти у нас эти храмики для духов как всегда по как положено прикармливают опять же очень духом любят ставить красную фангу на риде кончик там был красную фанту или красную такую штуку именно красного цвета ну большинство всяких отелей ресторанчиков что-то такое вот какой-то свой храмик должен быть с духами так вот у тайцев все принято подкармливать вот они опять же видите йогурты покупают рисок сюда кладут здесь курочка судя по всему пироженка какая-то необычно и Так, ну а сейчас давайте с вами зайдем в легендарный торговый центр, который называется Централ Фестиваль. Вот он находится на противоположной стороне. Давайте сейчас с вами перейдем улицу и поностальгируем, что из себя представляет сейчас Централ Фестиваль. Сто лет в нем не было. Да, в принципе, видите, я в Паттайе много где сто лет не был. В самой Паттайе сто лет не было. Поэтому для меня, знаете, такая некая ностальгия. Поэтому интересно. Да и даже интересно переходить дорогу, смотреть, как ездят вот эти тук-туки. Необычный, необычный формат. Ностальгия по детству. О, а главное, что заходишь ты здесь так прохладно. Ё-моё, как же жарко, блин. Как же парит. Как вообще там нереально. Здесь, как всегда, на первом этаже нас встречает еда. Опять же, вспоминаем с вами Бангкок, где во всех торговых центрах на первом этаже находятся всякие кафешки. И так далее. Здесь можно тоже взять, кстати, эти шпажки всякие, которые на улице продаются. Здесь они стоят 20 бат, 20 бат, 20 бат, 20 бат. В общем, плюс-минус такая же цена, как в макашницах на улице. Вот, но при этом ты ешь здесь с кондиционером. Я еще до сих пор пока отхожу. Блин, нужно сейчас остыть. И реально, в 7-11 ты заходишь, во всякие торговые центры, чтобы охладиться. Не чтобы что-то купить даже, а просто чтобы остыть, блин. Просто нагреваешься, капец. Так, ну а цены у дяди Вани, или как там это, вкусные точки. Во, дядя Ваня. Гамбургер стоит 55 бат. Так, 55. Чизбургер 100 бат. Биг Мак 160 бат. Дабл Биг Мак 210 бат. Кто соскучился по оригинальному, вкусно и точка. В принципе, он здесь картошки фри всякие. Сколько картошка фри стоит? Маленькая картошка фри стоит 65 бат. Большая 120 бат. Ну вот, так что колы всякие. Все есть, ребята. Все как в старые добрые времена. Все здесь, в общем, есть. Здесь какой-то еще ряд со всякими фруктами, сухофруктами и так далее. Ребята, еще раз убеждают, что здесь культ еды, конечно, невероятный. Непончики вам, пожалуйста. И том-ямчики, и конфетки, и что-то сушеное. Сушеные джекфруты, и орешки. Чего здесь только нет. А что-что уж в Таиланде супер-мега дорогое. Даже не дуриан, а черешня. Ребята, 800 бат черешня. Цените, что у нас. 800 бат, это примерно, слушайте, 30 долларов. Примерно 30 долларов. При том, что все остальное стоит копейки. Вот как бы рамбутаны 100 бат, мангустины 100 бат. Так, ну поднимаемся вверх. Ну, а внизу здесь, собственно, видно, что уже есть всякие магазины H&M. Вон там Томикелфидеры. Что есть еще? Короче, Левайсы вон. Плюс Юникло мы с вами видели и так далее. Ну, здесь не сказать, что прям так же, как в Бангкоке супер много популярных каких-то брендов. Но что-то прикупить можно. Какие-то всякие спортивные товары. Там кроссовки. Вон всякие Левайсы. Наверху, соответственно, находится техника. Всякие айфоны, Самсунги. Все здесь можно прикупить. Внизу, собственно, это все выглядит вон таким образом. Получается, сколько у нас с вами? Минус первый этаж есть. Есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шесть этажей, походу. Ну, есть такой достаточно большой торговый центр. Вот, опять же, кто любит там что-то пошопиться, я думаю, вы здесь все, что найдете. Ну, главное, что здесь есть техника. Плюс еще, кстати, есть торговый центр, который отдельно посвящен технике. Называется Tuk.com. Он находится рядом с Волкин-стритом. Поэтому, если планируете там прикупить технику, выгоднее идти туда. Здесь больше пошопиться с точки зрения всякой одежды, шмотки прикупить. А за техникой все едут именно в Tuk.com. Слушайте, а здесь где-то на пятом этаже центров фестиваля открывается отличная панорама на всю Паттайю. Практически смотровая площадка. Сюда можно, в принципе, зайти через кафешку и пофотографироваться. Вот не запретил. Я думал, типа, скажут, типа, здесь можно находиться только кто в кафе приходит, но нет. Типа, говорят, пожалуйста, вот можно присесть. Там кофеек, чаек, что-нибудь там, суши. В общем, это суши-кафешка какая-то. Смотрите, видно всю Паттайю. Вон у нас с вами буквы Паттайя. Там у нас с вами Волкин-стрит. Здесь у нас пляж. Смотрите, какая красота открывается. Можно посмотреть на другую сторону тоже. Ну вот, и здесь, кстати, вот это все отель Хилтон. То есть, все, что выше торгового центра уже идет, это у нас с вами пошел отель Хилтон. Итак, друзья, пишите в комментариях, как вам пляж Джамтьен. Стали бы вы купаться на таком пляже. Ну, а мы с вами в следующей серии отправимся изучать ночную жизнь Паттайи. И отправимся на невероятный остров Коу-Лан, который точно посоперничает с Пукетом и другими классными пляжами Таиланда. Ради Коу-Лана и стоит ехать отдыхать в Паттайю. Ну, а вы не забывайте поддерживать канал, не забывайте отправлять донаты. Любая копеечка очень полезна. Любые 100 рублей помогут на развитие канала, на бензин, на том-ям, на том-ка, на Паттай и так далее. Поэтому не забывайте переходить по ссылочке в описании на Donation Alerts или отправлять поддержку через QR-код. Большое спасибо всем, кто помогает и понимает, что путешествие нынче это не дешево. Друзья, ну что ж, не забывайте ставить пальчики вверх, не забывайте писать комментарии, ну и не забывайте подписываться, если еще не подписан. Увидимся в следующей серии. Всем чао, всем пока.